Дерево Каталана, треугольник Каталана сегодня уже время. А сейчас, господа, я хочу показать вам конструкцию, в которой в некотором смысле живут, что называется, любые объекты, количество которых – это число Каталана. Вы скажете, а зачем? Мы лучше будем каждый раз решать задачу заново. Дадите-ка нам какую-нибудь задачу про число Каталана, а мы сообразим, почему их столько. Может быть, вы и сообразите. Но задачи, которые приводят к числам Каталана, несколько десятков штук. Заметьте, не несколько, а несколько десятков. И, конечно, многие из них похожи, но, тем не менее, среди них есть такие, когда сразу и не догадаешься, а вообще, при чем здесь талант и как это связано с другими задачами. Ну, ребят, для того, чтобы вам действительно было более-менее просто ориентироваться в задачах такого типа, давайте я сейчас покажу такую картину. на самом деле вы помните, что тут еще была одна единица, да? А потом четырнадцать. Как я могу нарисовать, ну, под единицей единица, это дело не единица. Вот как дальше, чтобы было два? Правда? Или неправда? Это два. Да. А вот интересно, как сделать, чтобы дальше было пять? Вот так делают, чтобы дальше было пять. А как сделать, чтобы дальше было четырнадцать? Обратите внимание, как устроена эта единица. Вот здесь только одно рекомендует. Здесь только одно рекомендует. А дальше появляется два. Дальше два и три. Два, три. А здесь два, три, четыре. Здесь, господа, представьте себе, что будет дальше. Вот здесь будет на сколько? На два. Здесь будет на сколько? На три. Здесь? На два. На три. На четыре. То есть внутри все время идет увеличение на единицу. Здесь будет на сколько? На два. На три. На два. На три. На четыре. На два. На три. На четыре. А здесь на сколько? На пять. А сейчас? Ру. Расположите. Ну, например, последняя задача. О произведении. Произведение таким образом, чтобы это было естественным. Когда один вариант. У меня... Все понятно? Все понятно? А. А, В. А вот интересно, что писать дальше. По какому принципу в этом деле вы можете расставить умножение? Только внимание, принцип должен быть какой-то единым. То есть, конечно, А на ВС и АВ на С вы можете написать... Ну, собственно, два варианта написать, да? Но надо так написать, чтобы дальше это выглядело бы естественным образом. Может быть, вам немножко легче будет, если вы вспомните те деревья. Вот помните, там была такая штука, АВ рисовалась такой картинкой. Дальше у вас была такая картинка. А вот теперь вопрос. Как получить следующее дерево из таких... Вот у меня есть либо такое, либо такое. Что можно делать еще? Ммм, а я знаю. Если представить себе... Если представить себе следующую кухню, то смотрите, что мы можем сделать. Мы можем взять вот это вот дерево, да? Вот оно у меня уже есть. И перерисовать к нему следующую кухню. Согласны? Можем. А можем сделать вот что. Здесь вот, смотрите. Здесь вот взять это. И перерисовать к нему. Вот так. Вообще-то это два варианта. А должно быть вариантов сколько? Пять. Смотрите. Давай. Два треугольника и палочка по цепку. Вот такая вот скобка. Два элемента, два элемента и пятый элемент. Нет. Мне интересен принцип. Это, конечно, замечательно, что я вспомнил два дерева, но есть еще много, еще целых три штуки. Их куда я буду девать? Какой второй вариант на верху может с другой стороны выставить? Какой может быть принцип расположения этих самых произведений? А давайте я зайду с другой стороны. Вот у меня есть какое-то хитрое произведение. Ну, я не знаю. Сейчас. Это будет две буквы. Здесь будет три, здесь четыре, здесь пять. Вот. Здесь шесть. Так? На самом нижнем уровне у меня будет шесть. Отлично. А, Б, С, Д, Е, Ф. Шесть. Представьте себе, что было какое-то хитрое дерево. Ну, например, вот так. Вот здесь вот было и с этим соединялось. Отлично. Как я могу от этого дерева легко перейти к дереву на пяти буквах? Ударить б? Ну, наверное, ударить дерево. Это идея всяк-чемная, совершенно неестественная. Очень хорошо. А, и тогда получится дерево на пяти буквах, а оно у нас там где-то уже нарисло. Это замечательно. А что будет, если будет что-то более хитрое? А, Б, С, Д, Е, Ф. И вот это самое Е, Ф, оно запросто могло куда-то входить еще. Ну, давайте. Нет, хорошо, давайте так. Вот оно могло куда-то входить. Что произойдет, когда я мысленно уничтожу букву Ф? У меня в некотором смысле сократится, это правда. То есть у меня будет удажаться что? Д на Е. Д на Е. Ребята, а это же очень интересно. Смотрите, что будет, когда вот это я выберу. У меня фактически здесь будет так. Это такая стенка, видите, вот это? И в нее, в некоторое место вставляется буква Ф. Непонятно? Непонятно. Непонятно. Хорошо. Тогда Гарри Поттера, аж про его мантию невидимых, помните? Да. Звечательно. Там было отлично устройство. Набрасываешь его на себя, и тебя не видно, и тебя даже не могут обнаружить. Правильно? Да. Отлично. Представьте себе, что у вас написано, как длинное произведение, и последняя буква набросила на себя мантию невидимых. Что при этом произойдет? Умножать надо, да? Но буква, которую умножали, что с ней произошло? Она исчезла. Отлично. Вот давайте подумаем на эту тему. Пусть у меня есть три буквы. А, Б, С. А, Б, С. Здесь А, Б, С. И буква С исчезает. Тогда получается в обоих случаях одна и та же штука. В обоих случаях получается что? А, Б. Отлично. А что тут здесь? А, Б, С, Д. Когда Д исчезает, получается А, Б, С. Ребята, посмотрите, пожалуйста, что здесь за картинка. Вот этой штуке соответствует просто такая картинка. Правильно? Да. Правильно. Теперь ставим сюда еще одну точку, третью, точку С. А дальше делаем следующее. Вот в эту вершину мы врисовываем вот такую штуку. А в эту вершину мы врисовываем, когда С пошло между вот этими двумя точками. Давайте поймем, что значит оно пошло между этими двумя точками. Это значит вот такая картинка. Так, теперь давайте потренируемся. Сюда ставим двум. И есть два способа создать картинку. То есть, пока я в любом случае должен это перерисовать. Так, я в любом случае перерисовать. А теперь, в одном случае я делаю вот так, а в другом случае я делаю вот так. Это то самое дерево. Давайте рисуем дальше. Здесь какая процедура? Во-первых, я безусловно перерисовываю три раза эту картинку. После этого, в одном случае я рисую вот так, в другом случае я рисую вот сюда, а в третьем случае я рисую вот сюда. Ребята, все, что важно, это сколько точек на вот этой вот правой линии, на этом склоне. Здесь всего две, здесь три, а здесь четыре. Именно из-за того, что здесь у меня всего две точки, развилка будет на два направления. Если здесь три точки, развилка будет на три направления. И так далее.